Ну что, собрались ехать в Пятигорск, решили подъехать опять на то же место, как мы туда ехали, и оттуда уже начнем свое путешествие по городу. Думаю, может на канатке получится подняться на гору и оттуда поснимать. Так, забиваем. Также кафе. Кафе Печорин. Внимание на карту. Как его, блин? Ничего не найдено. Ой, господи. Кафе Печорин, Пятигорск. Сейчас найду. Маршрут. 24 минуты пишет. Маршрут построен. 25-20 километров. 20 километров. Через 100 метров. Крутой поворот направо. Все, поехали. Ты ответила, да? Да. Ну и все. Кто-то машину так поставил, что ли? Ой-ой-ой, кошка. Тогда ехали. Дождь. Опять дождь. Поверните направо. Прямо 6 километров. Улица Ленина. Железноводск. В прошлый раз мы отъезжали от Ленина 8. Сейчас выехали с Ленина 49. Проезжаем в нашу столовку. Станция дирижансов справа. Аллея или слава героев. Бавшим героям. Вот в этом доме. Уже проехали. Жили мы. Вот здесь справа вечный огонь. Вот здесь где-то тоже налево, если свернуть, то можно на городское озеро попасть. Куда мы спускались по... Как ее называют? Каскадная. Каскадная лестница. Каскадная лестница. Вот она не может так прямо вот тут из края. Почему? Оно там в глубине. Там на машине люди проезжали. Сколько тут, если ты говоришь, вот она. Совсем рядом. Ой. Нет, что-то они уже гудят. Хоть бы в Пятигорске и это дождя не было. Почему тут 40 стоит, я не пойму. Для кого 40? А вот тут 80. Вот теперь только 80. Пятигорск намного ближе к Железноводску, чем к Кисловодску. Кисловодск сколько было по расстоянию? 40 или 50. Я уже не помню. 40, правда. С чем-то. Это значит, что я устала немножко. Что, разворачиваться? Да нет. Он вообще как-то так есть. Да потому что у нас так насыщенно беготно. Ну ты как скажешь, я бы это, ты что-то говорила, ты хочешь отдохнуть. И в то же время мы опять мотаемся. Пятигорск 10 написано. Ну это до окраины, может до начала населенного пункта. А так мы до места назначения забиваем. Зачем здесь 60? Вообще не понятно. 80 стало. А тут знаков вообще никаких. Слева гора. Вот какая гора. Я все... Какая там еще название была? Развалка. Развалка. Я не знаю, да, понятно. Хотел сказать развалюха. ЖД. А где у нас было 110 магистраль-то? С Пятигорска, когда выезжали? Мне кажется, да. Давно мне не попадалось. По-моему, в пригороде Краснодара тоже где-то есть разрешенная скорость. Через 600 метров развернитесь, а затем съезд, поверните направо. Вот такая развязка. Ну и в прошлый раз тоже снимал. У нас тоже уступили дорогу. Прямо 7 километров. Прямо 7 километров. Как всегда, только свет включил я. Вот 110. Уже вот можно. Магистраль здесь. Вот она, как ее? Биштау. Биштау. Слушай, дай выучить эти названия. Блин. А вот то дальше. А это, наверное, машинка есть. Там вышка какая-то. Ну да. Ну да. По-то п 꿈ы. Может быть, сидит? Там вышка. Там вышка. Там вышка. И вчера. Там вышка. Биштау. Ал этой liar. Путешествия. Там вышка. Там вышка. X-ray что ли? Хватит. Хватит трать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 кисловодск конечно дальше полчаса да где-то ехали сюда нет кисловодск ну минут 40 примерно минут 40? да ну через 500 метров съезд поверните направо на трассу R217 здесь съезд поверните направо а это в Грозный туда прямо 2 километра 5 часов езды да не говорили в Грозный? ага одним днем туда-сюда съездить слушай что там вообще делать да? я погулял бы нет просто я имею ввиду 5 часов туда 5 часов назад ааа чтобы сзади не обернуться да и ты не успеешь там что-то там побыть 2-3 часа просто ради 3 часов 10 часов пути это просто какой-то ужас правильно? да это тяжело так 70 тут а я там спросила этого мужчину что туда входит он сказал ну там по центру немножко погулять подняться на вот эту вот башню Грозный Сити смотровая да? мечеть оттуда кстати снимать нельзя да? нельзя по-моему мечеть ну и все в общем там пару часов на ней и все и потом наверное же кушать что-то потому что целый день слушай вот в горе прям близко туда слушай а дождик сильнее пошел зараза 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 здесь где-то направо уже будет вот самое интересное через 300 метров поверните направо на фабричную улицу самое интересное сейчас если наверх подниматься так не здесь же? дождик нет дальше слышишь? а если вот подниматься туда наверх вдруг там дождик ну может зонтики взяли? поверните направо прямо 3 километра 92 46 50 короче в машине был скринь Впереди несколько лежачих полицейских. Поехали. 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 Сейчас просто если места там не будет, куда ехать-то, блин. Впереди несколько лежачих полицейских. Да, нам тогда просто повезло, мне кажется, да? Ну да, кто-то, видо, только что отъехал. Ну не знаю. Да видишь, еще на площади вот машин много стоит. Там центр, поэтому... Ну посмотрим сейчас. Если нет, будем двигаться, где там увидим. В любом случае там тяжело с парковками. Куда-то отъезжать дальше, и дальше, и дальше, возможно. А оттуда уже пешком. Где бешта у дара? Справа от нас осталась? Ну там дальше осталась, сзади. Ага. Мы как бы вокруг ее движемся сейчас, да? Наверное. 1898. Ага. Богатый дом, наверное, был. Это 18 век, да? Конец? Ну да, два года. А вот 1902. Так, вот этот перекресток я помню. Слушай, прямо асфальт мокрый здесь, смотри. А вот здесь суши. Почему так? Сам мокрый. Это почему? Не знаю. Это тоже 1895. 95-й. А что? Володя, там за нами машин. Алло. Алло. Да, да. Слышите? Слышите? Слышу. Да, меня Дарья зовут. Монажер отдел продажи волкупы с Гагарином. Мы нам звонили по поводу квартиры. Господи. Нашли время звонить. А ты какой звонит? Гагарин, как бы я не знаю. Через 300 метров, поверните направо, на улицу братьев Бернардацы. Жуд, мы вот эти квартиры смотрим. Я не знаю, кому я там, я никому не звонил по поводу квартиры. Я не знаю. А может быть по поводу здесь съемной квартиры? Нет, нет, нет. Гагарин это в Астрахани, строительный какой-то этот, дома строят. Ага, ну ты слышал? Слышал? Да не звонил я. Нет? Не знаю. Я туда не звонил. До этого тоже смотрю сброшенный вызов. Я перезваниваю, там автомат ТТТ, Гагарин. И я, короче, бросил, не стал там слушать. Так, здесь, здесь направо сейчас. В принципе, где-то тут уже и надо парковаться вообще. Поверните направо. Ну да. Ну да. Вот сейчас, если где-то будет место. Вот здесь место есть. Что там, трамвайчиков нет? Ну что сейчас за трамвайчиками. Через 200 метров поверните направо на проспект Кирова. Вот стоянка. Ну да. Давай вот только встану. Смотрели, вот если сейчас там будет место, можно будет туда перегнать. Сейчас пойдем глянем. А нам дома еще где? Нет, ну тут вот осталось вот. Мы проспектируем сейчас. Да, мы же там машину вставили. Ну давай сейчас встанем сюда. А то там действительно, там вряд ли встанешь, наверное. Просто как-то ровней. Вот эту штучу куда мне? Ну это ты с собой должна взять. Опля. Поехали. 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 Поехали.